Девушки отдыхают Одного роста, женщина и мужчина Лет по 20, и эти дьявольские усмешки Думаю, вы близнецы Фрай За короткое время вы сделали для лондонцев больше, чем кто-либо за пару десятилетий Плащаница будет моей Ради этого я готов пойти на все Есть люди, которые считают, что развитие серии Assassin's Creed остановилось где-то в 2007 году То есть оно и не начиналось Что игра это вообще спин-офф Принца Персии без бега по стенам, ну и всякое такое И если следовать такой логике, выходит, что Ассасины это такой нелюбимый сын в семье Который из года в год пытается что-то поменять и доказать своим родителям, что на что-то способен Однако, кто сейчас лежит под слоем пыли, а кто продается миллионными тиражами каждый год Поэтому, как истинные математики, мы просто сделаем вывод, что Assassin's Creed не существует К чему я развел весь этот бред об изменениях? Да к тому, что свежий Assassin's Creed Syndicate это отличный пример того Как, пытаясь что-то поменять в лучшую сторону, можно сделать только хуже Действие сюжета переносит нас в Лондон середины 19 века И знакомит нас с двумя членами Ордена Ассасинов Еще к тому же и близнецами, Джейкобом и Иви Фрай Как это водится у неравнодушных к стогам сена, они гоняют за частицами Эдема Делая все возможное, чтобы артефакты не попали к тамплиерам После очередного убийства Иви чувствует след, который как раз и уводит героев в Лондон Где те, вне всякого ведомства совета, начинают борьбу против Ордена С крестами на груди Думаю, не я один по трейлерам и вообще описанием сюжета ожидал какой-то сценарной инновации в этой части Вдохновление криминальными фильмами Того же Гая Рич, например, Лондон все-таки С веселыми ситуациями и масштабными войнами банд Собственно, участие этих банд в сюжете Всегда хотел стать главарем банды Суровым, но честным У нас будет свой стиль Но нет, увы, история тут банальна для серии Герои просто идут к великому магистру тамплиеров, оставляя за собой горы трупов Следует сказать, что несмотря на это, сюжет все-таки на голову выше, чем в Юнити Которая переставала быть интересна чем-то кроме сеттинга уже на середине Здесь сценарий заставляет нас видеть возможность нестандартных для серии развязок Каких-то отступлений от канонов серии В итоге это, правда, ничего не оправдывая Нагоняемая атмосфера для финальной драмы тут сливается в слащавый хэппи-энд А крутость и адекватность главного злодея Кроуфорда Старика Выстраиваемая перед нами в течение всего прохождения В итоге трансформируется в совершенно банальный злодейский гнев Печально это Но плюсы тоже есть Наличие аж двух главных героев с разными характерами Постоянно заставляет чувствовать хоть какую-то правдоподобность на главной сцене Не делая из них куклу со скрытым клинком и синтезатором шуток на месте рта Иви и Джейкоб как-то конфликтуют Имеют разные точки зрения У каждого из них существуют свои пороки и все такое прочее За происходящим между ними интересно наблюдать Причем до самого конца Assassin's Creed не был бы самим собой Если бы как обычно не просто погружал нас в какую-то временную эпоху Но и давал возможность слегка переписывать историю Сводя главных героев и исторических личностей вместе Синдикат в этом плане хорош просто до невозможности Тут нам дадут пообщаться и с Александром Беллом И с Чарльзами Дарвином и Диккенсом На собрание профсоюзов заедет сам Карл Маркс Но наверное самые чумовые моменты тут связаны с королевой Викторией и Уинстоном Черчиллем Встреча со вторым происходит аж в 1916 году во время атаки Цепелинов на центр Лондона И этот момент, наследник аномалии Хеликс из Единства, является самым крошесносным во всей сюжетной цепочке Хотя на деле не имеет к ней никакого отношения Здесь Юбисофт пошли дальше и пятиминутный аттракцион, так полюбившийся многим в прошлой части Растянули до целого куска города, доступного для исследования за внучку Джейкоба Лидию Фрай Здесь же можно плавно перейти к самому Лондону Вновь чудесно в осознанном выбранной эпохе с масштабом один к одному Томить тут нечего, город поистине шикарен, он реально огромен Каждый его район отличается друг от друга А Юбисофт, как обычно, постарались сделать все возможное, чтобы он не выглядел совсем уж безжизненно В подворотнях рабочих кварталов детишки будут играть в футбол На Трафальгарской площади горожане будут танцевать под аккомпанементы уличных музыкантов А у Букингемского дворца публика будет липнуть к ограде, наблюдая за почетным караулом Передвигаться по всей этой территории с разной степенью вертикальной застройки Предлагается посредством не только уже знакомых акробатических фокусов, но и используя несколько новых для серии механик Первая из них это Гарпун, заботливо переписанный сюда из серии Аркхемыгр Выполняет он тут те же самые функции, позволяет моментально подняться на высокое здание Или проложить канат от одной точки до другой Работает эта механика не стопроцентно, у меня, например, за все прохождение бывало пару раз, что канат не позволял добраться до необходимого места А герой, сталкиваясь с той или иной текстурой у себя на пути, спрыгивал с веревки Действие это логично и правильное, но тут дело скорее в том, что канат неправильно просчитывает, куда ему зацепиться А еще он абсолютно не способен работать по движущимся объектам Из-за чего каждая необходимость пересечь местную Темзу с ее активным движением судов превращается в длительную и к сотому разу невыносимо нудную игру в лягушку на автостраде Другое дело это возможность кататься на экипажах В такие моменты ассасин начинает неимоверно походить на великого автоугонщика Криминальная тематика, кареты, хм... Ну а по делу экипажи хороши Они отлично чувствуются и становятся просто незаменимыми при необходимости путешествовать на расстояние длиннее чем три сотни метров Таким образом все механики перемещения по Лондону тут необходимы Паркур на короткие дистанции, крюк до 300 метров, все остальное это экипажи Однако так уж свободно по Лондону ты не поездишь, во всяком случае поначалу И не дадут вам это сделать висельники, бандитская шайка, подконтрольная Старику Дело в том, что каждая собака из этой кодлы будет агриться на вас, даже если вы просто пройдете мимо них по улице Стоит ли говорить, что в 70% случаев эти скоты ломают этим ваш стелс-подход? Лечится это просто прокачкой специального навыка вашей собственной группировки-играчи Ну и идея у тебя На войне банд, как в старые добрые времена, завязана половина заданий в местном открытом мире Чтобы освободить какой-то район, вам нужно в каждом его квартале выполнить какой-то ивент Это может быть освобождение детей, буквально взятых в рабство на мануфактуре Убийство определенного тамплиера или его похищение для дальнейшей сдачи властям Когда вы насолите висельником в определенном процентном соотношении, на вас выйдет главарь шайки в этом регионе После его смерти и завершения всех оставшихся заданий настанет время грандиозной стрелки из стенка на стенку По итогам которой играчи, естественно, начнут рулить определенным районом Свою собственную группировку, как говорилось ранее, можно и нужно прокачивать Покупая дополнительное обучение для повышения ранга, разноображивая классы В целом, ваша банда это эдакий аналог братства из прошлых частей Так сказал, как будто это какой-то срыв покровов Однако теперь без заданий, да и вообще любого менеджмента Этот, как и другие элементы прошлых игр, благополучно канули в лету Честно говоря, Assassin's Creed Syndicate избавился просто от огромного количества вещей, которые вас банально тормозили Тут больше нет мини-игры по взламыванию замков Покупки снаряжения и его прокачки только в определенных местах Все под рукой в главном меню Но самое главное, это тотальное отсутствие условий для рассинхронизации Помните те отвратительные моменты, когда вас насильно заставляют соблюдать стелс в задании А если вас заметили, игра незамедлительно заканчивается Кто бы мог подумать, что этот некогда раздражающий элемент держал на себе весь пласт какой-то логичности геймплея Ассасина Дело в том, что теперь логика в этом аспекте пропала, наверное, абсолютно отовсюду Любая миссия, которая по той или иной причине обернулась вашим раскрытием, вызывает скорейший суицид этой барышни Неустойчиво, но все-таки сидящей некоторое время назад рядом с вами На задании задушили полицейского на глазах у толпы Никто не шелохнется Перебили половину охраны Банка Англии, чтобы вернуть печать Все все равно будут делать вид, что эта печатка там всегда и была И так абсолютно везде, на заданиях, где логика как раз важна В открытом мире законы почему-то работают как раньше Совершили что-то не очень тихо, готовьтесь к крикам, визгам и толпе полицейских, что подбегут к вам С этими товарищами, кстати, даже при полной прокачке лучше не связываться Бьют они больно и жестоко Причем не зависит это от персонажа, за которого вы играете в данный конкретный момент Что Иви, что Джейкоб одинаково успешно получают от них дубинкой по голове Меж тем в остальное время разница между двумя близнецами чувствуется Хотя не идеально Скажите, верите ли вы в призраков? Да не то чтобы... Да По логике Джейкоб успешен в драках, а Иви в стелсе Но где-то уже к середине прокачки за Иви играть выходит гораздо легче Ведь стелс у нее прокачивается аж до эдакой неподвижной невидимости с этим удирать легче А пару-тройку врагов она и так уложить сможет Вся прокачка и снаряжение у двух персонажей разное Так что можно настроить все по своему вкусу Исправить боевку вам этим правда не удастся Ведь с уходом полноценных мечей вся подноготная местных схваток с полуторакнопочной системой боя вылезла наружу А долгожданного доведения до магнистрела еще увы не случилось Хоть как-то забавляют тут бои на экипажах при погонях Что эффектно и реально круто Никуда не делся тут донат Который в отличие от того же единства теперь очень так ощущается Вся прокачка помимо навыков главных героев зачастую требует ресурсов Которые в открытом мире на каждом углу не валяются Их нужно искать причем чуть ли не специально Без них нельзя ничего скрафтить, нечего вложить в развитие банды и так далее И именно эти ресурсы недвусмысленно предлагают нам покупать за деньги После модели Юнити с покупным украшательством это все ощущается как закрутка гаек Будет инфляция, бунты, производство конечно же перекочует в Америку, если вкратце Британия обречена Техническая же часть игры выглядит как кардиограмма сердечника под пытками С одной стороны мы имеем потрясающе отрисованный Лондон Причем как по масштабу, так и по детальности Отличную воду Темзы, пускай и до удури грязную Иными словами в графическом плане все нормально Разве что волосы вдруг стали какими-то излишне дренными А вот оптимизация всего этого выполнена в лучших традициях Юбисофт Несмотря на заявление о внимании к ПК игрокам Я могу Игра красива, да, но не настолько, чтобы выдавать 10 фпс при ультра настройках на предтоповом ПК Да что там говорить, не каждый топ обеспечит ей стабильные 60 кадров Хотя, надо признаться, багов все-таки стало значительно меньше До нуля далеко, но то что есть это уже хорошо Никаких претензий нельзя выдвинуть к звуку Тут хорошо абсолютно все Мотивы со скрипками и их отличный микс с типичной оркестровкой Плавное перетекание композиций поистине радует уши Поливая их чуть ли не медом Блин, звучит красиво, а в реале мерзко, наверное А что в итоге? Подводя черту, можно сказать, что Assassin's Creed Syndicate это безумно хорошая игра Да, в ней до черта минусов Да, в плане оптимизации тут Юбисофт во всей красе Да, тут нету больше мультиплеера История в будущем паршивая Но зато хотя бы не раздражает Много тем не раскрыты так, как хотелось бы, чтобы их раскрыли Но поверьте, когда вы попадете в местный Лондон И начнете хотя бы немножко двигаться по местной истории Вы поймете, что на все это можно спокойно закрыть глаза А когда Лидия Фрай будет выходить через пролом в Лондон уже 20 века на фоне Тауэрского моста Вау... Я лично сорвался на неприличные возгласы в восторге Короче говоря, оно того стоит С вами был Совет Ватт, специально для Брейнант Приобрести Assassin's Creed Syndicate вы можете в дружественном нам и вам онлайн-магазине лицензионных игр Rocks&Ru Если понравилось видео, поставь большой палец вверх Подпишись на этот канал, можешь еще на мой сходить Ну и по традиции, leave your comments below И до встречи Субтитры создавал DimaTorzok